Здравствуйте, дамы и господа, мы в очередной раз продолжаем прохождение игры Oxygen Not Include. Вас приветствует канал Георген Ко, я его ведущий, Георгий. Сейчас мы в этой игре переживаем тяжелейший кризис, который... Кризис, вот. Который мы постоянно оттягиваем, 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 но... Но... Дело в том, что... Очень скоро он нас может достичь, если мы не предпримем против этого никаких шагов. Сначала мы должны построить вот тут плитку. Она нам пригодится, я думаю, несомненно, абсолютно. Это очень сильно нам ускорит задачу. Потому что благодаря этой плитке, которую мы сейчас построим, мы сможем быстро передвигаться... До нашего... До нашей ямы, из которой мы достанем уголь. А ведь уголь, как вы уже давно помните, нам нужен для угольных генераторов. Потому что у нас угольные генераторы простаивают. И, кстати говоря, у нас кислород кончается. То есть мы живем фактически на кислороде отсюда. Опасного кислорода. Но это последний шанс, так сказать. Кислород последней надежды. Без этого кислорода мы выжить-то и не сможем никак. Вообще говоря. Тут пока что работают вот эти вот освежители воздуха. И, кстати говоря, приоритет им бы восьмой. Даже девятый. Потому что кислород все-таки нам отсюда нужен. И пусть такие все-таки доставят для этих... До этих освежителей воздуха кислород. Потому что кислород нам нужен. Смотрим микробы. Иммунная система. Доставлен песок. Падает, падает иммунная система у человека. Из-за пищевого отравления доставлен песок. Забран песчаник. Люди ходят. Доставлен песок. Забран песчаник. В кислороде легочная слизь находится. Колонисты копаются к углю. Копают, копают, копают. Надо... Оооо! Ну, наконец-таки. Добрались мы до того, до чего хотели. Где там нефти с гульки нос. Ну, а что поделаешь? И какая тут температура, посмотрите-ка. Ну, быстрее, быстрее копайте туда. Это последний наш шанс. На самом деле-таки выжить. У нас есть какие-никакие водоросли? Ну... Колонисты нам ответят на это. Капелька есть, а так... Надолго, да даже не просто надолго, почти ни на что и не хватит. Приоритет девятый. Девятый приоритет. Это, наверное, отменим пока что. Пусть они достроят, наконец-таки, нам лестницу. Приоритет девятый, как всегда. Приоритет девятый. Ничего удивительного. Нефть. Ее так мало. Да и тут температура-то взгляните какая. Но еще смотрите-ка. Это я сейчас... Не обращайте внимания на то, что темно. Я на самом деле нажал на кнопку. Спустился вниз. Теперь мы нажму на кнопку W. И ждем время, которого мы дождемся, когда двинемся до расследованной зоны. Раз, два, три. Нажал уже. Жду. Вы видите, там очень уже много... Еще много... Неисследованной земли. Там очень много внизу. А вот сбоку, видите, сбоку продвинулись. Дальше уже нельзя. Я не могу продвинуться в блок. То есть, тут уже край карты. А вот внизу край карты очень даже... И очень даже близкой нету. То есть, все-таки такая вот ситуация. Надо, чтобы наши колонисты все-таки добрались до угля. Еще надо, чтобы наши колонисты построили лестницу. Вот сюда. И вот так вот построили и выкопали. Выкопали уголь. Он продлит наше существование еще на пару дней. Еще на пару секунд. Вода вот тут находится. Энергии не хватает. Вот эта проблема огромная. Пусть строят. Не обращают внимания на... Дефицит какой-никакой. Забирают растения. Все удушье началось у людей. У людей удушье. Удушье, 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 удушье. Отдышаться теперь надо людям. Пусть дышат. Тут кислород есть. Капель в очень маленькой... В очень маленьком объеме, но все же. Бенки отдышалась. И мы ждем дальнейшего строительства до угля. Скоро мы построим и доберемся до спасительного угля. Нефть. Килограмм. Не знаю, насколько у нас он... Этот... Нефтяной генератор. Тем более, надо разбивать нефть на фракции. На самом деле-таки. Нефтяная скважина. Полимерный осоз. Генератор. Нефтеперегонная установка. Переобразует нефть в керосиноприродный газ. И керосиновый генератор. И углекислый газ. Это тоже нам надо исследовать уже. Пора исследовать. У нас энергии нет. Энергию нам даст в небольших количествах вот этот вот уголь. И надеюсь, нам удастся докопаться как можно ниже. Как можно ниже. Мы должны добраться до вот этого вот угля любой ценой. Так, копаем, копаем дальше, копаем дальше. Копаем это, 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 это. Все вот это мы в любом случае должны будем рано или поздно выкопать. Вот тут мы построим плитку. Вот так, плитка. Еще построим... Ой-ой-ой, отмена. Отмена, отмена, отмена. Копаем тут, копаем здесь. И копаем дальше вниз. Нефть. Как вот мы добрались до биома нефтяных озер. Я просто только читал, что существует такой биом. Я на самом деле никогда его в жизни не видел. Думал, что там нефти будет побольше. Я думал, нефти будет вот столько где-то. То есть нефти будет вот такие же объемы. Ну хотя бы вот такие вот. Оказалось, нефти-то очень-очень мало. Зато вот тут-то смотрите, как много нефти. Почему-то она постоянно убывает, а потом снова прибывает. Куда? Вопрос. Не понимаю. Да ладно. Гранит и магматический камень. Вот там очень горячо. И, кстати говоря, мне кажется, колонисты не смогут тут жить. Есть такое подозрение. А что нефть будет качать? Источник энергии. Сантехника. Сможет ли нефть выкачать простой жидкостный насос? Ну если мы его сделаем из золотой амальгамы, то в принципе сможет. Но именно это ли должно качать нефть или все-таки нет? Не уверен. Истощение. У нас истощение. Очень плохо. Приоритет максимальный на строительство. Пусть люди делают для нас еду, которая нам так, так необходима. Ах, энергия пропадает. Надо убрать энер... Я же закрывал это все. Закрыто. Идти. Идти, идти, идти. Нет. Идти. Ну все, у нас колония погибает в очередной раз. Ну что ж, бывает. К сожалению, из-за того, что мы слишком долго не... Все, замуровали человека, к сожалению, по этой причине. Вот. Открываем теперь. У души, у души, у души, у души. У души у колонистов голод наступает. К сожалению, вот как видите, еды у нас не хватило. И кислорода тоже не хватило. И ничего у нас не хватило. Мы развивались очень-очень сильно, очень достаточно эффективно. Но, к сожалению, развитие все-таки и допущенные ошибки сказались на себе. Ах, ну тут уже гибель колонистов начинается. Можно, конечно, растягивать смерть. Ну давайте попробуем ее растянуть на длительное очень время. Даже... Ой, вандала взяли. Не надо было брать. Нелогично. И не следовало. В ней пусто. Ну почему оно растет тогда, я не понимаю. Ей нужна атмосфера, удобрение, земля. А, я не понял одной вещи важной. Что можно было строить на этих кидропонных фермах? Вместо воды использовать грядки. Выкапываем все. Что можем? Открываем вот эти пневматические двери. Открываем, выкапываем все. Выкапываем, выкапываем, выкапываем. Выкапываем, выкапываем. А можем вот так мы сделать. Да, можем. Это будет наиболее правильное ирациональное дно. Приоритет девятый. Ну что ж, приоритет девятый. Как всегда. На грядке всегда у нас должен быть максимальный приоритет. Нет, спать вы ни в коем случае не будете. Колонисты. Спать вы у нас не будете ни в коем случае. Выкапывайте, выкапывайте, выкапывайте. Растения надо выкапывать. Выкапывать растения. Удушья. Такое тоже случается. Подышали. И хватит. Красная тревога. Нет удушья. Все-таки надо... Ах, к сожалению, Деван там погибнет. Его уже не спасти. Он уже даже, я думаю, что и не поднимется вот досюда. Он не может, в принципе, отсюда подняться. Эти колонисты уже погибли. Наступает смерть колонии. Но сделать тут уже ничего нельзя. От тим колониста мы уже пожертвовали. Они, конечно, могут попытаться выграбаться, но у них не есть чего строить. Все, погиб один, погиб второй. Горе. Катастрофа. Но мы, как я говорил, будем растягивать свою смерть. И, наверное, бросать колонию будем... То лишь в крайнем... В крайнем случае. Да что ж такое-то. Почему вы не выкопаете? Почему? Зачем вы орошаете все это? Автосбор. Приоритет. Давайте, может, единичку поставить для приоритета вот этого. Для вот этих вот растений. Вытереть, может, девятым приоритетом, а? Быстрее. Собирайте растения. Соберите вы, наконец-таки, растения. И засадите мучные деревья. Да, мы лишимся тогда из-за посадок мучных деревьев огромное количество земли. Но что поделаешь, мы для того, наверное, все-таки экономили эту землю, чтобы вот умереть и так ее всю и не истрать. Так что... Приоритет один. Копайте, копайте, копайте. Ну, выкопайте вы, наконец-таки, с этих гидропонных ферм. Эти растения. Надо же, быстрее. Зачем? Зачем, зачем, зачем этого делаете? Нам надо быстрее выкапывать растения, а вы занимаетесь совершенной темой. Началось у нас великое истощение. А мы пока посмотрим вот тут на нефть. Вот тут уже нефти побольше. Железная руда. Вот тут есть скользун. Это скалистские животные, которые поглощают углекислый газ и выделяют сырую нефть. Ну, тут нефти не особо много. Температура тут, конечно, критическая. Я не уверен, что смогут ли выжать колонисты в такой температуре. Абсолютно не уверен. А что будет ниже? Вот тут... Наверное, чем ниже, тем более высокая температура, я так предполагаю. Почему же они никак не выкопают-то, а? Почему никак не выкопают-то, а? Они пытаются построить, но у нас угля нет, и мы не можем сделать еду для наших колонистов. Придется отказываться от этого всего. Отказываемся от этих вот генераторов, кажется, потому что у нас энергии не хватает. Совершенно, абсолютно. Подождите, у нас угля в предостатке. Почему же его не доставляют тогда? Вопрос. Огромный. Вопрос на миллион. Почему не доставляют тогда уголь, если у нас его в предостатке? Ну, дубликанты умерли. Колония наша сокращается, но... Все еще живет. Все еще живет. Похороненный Тарвалада. Что там написано было? Никто другой тебе не подобен, пока мы не напечатаем еще что-нибудь. Еще что-то подобное. Да уж, вот такая вот надпись осталась. Тут такая вот... Собирают растения. Дубликанты умерли от голода. Ну что ж, бывает. Придется нашу колонию сокращать в ней популяцию, чтобы она... Чтобы хоть кто-то мог выжить. Потому что лучше, чтобы кто-то выжил, чем все погибли. Согласитесь, неправда ли? Удушье нужно. И на это обращать уже внимание нет смысла, потому что наша колония умирает. Жаль, а я думал, что нам удастся выжить. Еще дубликанты умерли. Так зачем... Да, жалко, жалко. Мясо. Откуда мясо-то? Мясо из дубликанта, я так понимаю. Я так понимаю, из дубликанта. Да, людей едят в нашей колонии. Люди умирают в нашей колонии. И мясо появляется зато у нас. Мы хоть как-то можем прожить в такой ситуации. Туалеты прочищаются. Стантехника. А, я понял, почему у нас постоянно пропадает энергия. Приоритет. Поменьше у нас. Пусть меньше работает у нас. Отключаем эти массажные столы. Колония у нас вся уже разваливается и умирает от истощения. К сожалению. К сожалению. Приоритет посадить. Приоритет девятый. Вот тут девятый приоритет. Тут уже надо все это делать. Сажаем новые мучные деревья. Колония наша наполовину уже в критическом состоянии. Она потеряла уже пять дубликантов. Очень высок шанс потерь еще пары дубликантов. Но мы все же пытаемся жить. Алмаз. Промышленный углерод с высокой плотностью. Очень трудно выкопать. Почти нерушим. А у бессолита... О как. Еще труднее выкопать, чем а бессолит. О как. Я думал а бессолит труднее всего выкопать. Но нет. Удивительно. Но нет. Удушки. Но это... Мы на такие вещи не обращаем никакого внимания. В нашей базе уже микробы скоро придут. К нашей базе. Но что поделаешь, что поделаешь. Нам надо бороться с простейшими из проблем. Койки. Станции. Переработка. Мебель. Компост. Вентиляция. Дистилляторы. Массажный стол. Аптекарь. Умывальник. Вентиляция. Так что-то я нажимаю, а не делаю того, что нам нужно. Нам нужно построить как можно больше... Сортиров. Вот что я хотела сказать. Еще один дубликант умер. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это сантехника и сортиры. Ну вот, давайте побольше сортиров. Они нам... Хоть как-то растения погибли. Да ладно. Тут и света не хватает. Температура тела... Как? Так-то. Вроде тут температура нормальная. Почему же вам не нравится-то растение? Сыта. Вроде же температура нормальная. А вот такая вот и ситуация. Но ничего. В следующем сезоне. Потому что я уже почти не надеюсь, что мы выкарабкаемся. Хотя пробуем. Пробуем. Сажаем растения. Даже в самые... Ммм... Ну... Даже в самый трудный момент мы все равно пытаемся выжить. Пытаемся выкарабкаться как-то. Сколько у нас дубликантов осталось. Но на самом деле не так уж и мало. Спать никто не будет у нас. Ох... Ну... Ну так. На самом деле даже достаточно много. Еще есть кем жертвовать. Ради всеобщего и всемирного блага. Температура и среда. Кончается все у нас. Все кончается. Удушье, удушье, удушье. Ой, ой. Недееспособен там кто-то был. Недееспособный человек. Потом вообще умер. За секунду. Еще один человек умер. Голод настает у нас. Голод страшный на самом деле. Вот на самом деле что значит голод. Ну ничего. В следующей серии мы попробуем поступить еще интереснее. Еще интереснее мы будем играть. По-особому. Мы уделим следующей серии особое внимание фермерству. В следующем сезоне. Фермерству. И работаем на ферме. Потому что лишь за счет фермы мы будем выживать на самом деле. В общем, ну что нас погубил на самом деле таки? Первая причина какая? Уголь. Нас сгубил уголь. Хотя почему? Почему у нас... Почему у нас недостаточно ресурсов? У нас угля достаточно. Так доставьте его наконец-таки... Ой. В... Туда, куда ему и следует доставляться. Куда вам поставить приоритет? Почему? Почему, почему, почему? Ну вот. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Если я вот поставлю вам везде 8 приоритет. То есть всегда углем вы занимаетесь в первую очередь. И ничем более важным. Нет ничего более важного чем уголь. Вы надеялись тогда будете заниматься углем. Вот. Добавляется уголь по капелькам. Смотрите-ка. По капелькам доставляется уголь. Забран уголь откуда-то тут. Теперь его закладывают в генераторы. Ситуация стабилизируется. Ситуация стабилизируется. Воды нету. Придется применять еще меры кое-какие. Давайте-ка мы возьмем вот этот насос. Я, конечно, не хотел этого делать. Но уже нет никакого смысла. Что-либо мы уже ничего не теряем фактически от этого действия. Просто тянем мы энергию. Вот я из сюда. В этот. К этому мотору. Кстати говоря, мотор... Да, все хорошо. Приоритет 9. Вот 9. Действительно уж 9. Настоящий 9 приоритет. И еще труба. Пусть также пойдет сюда. А вот эту трубу, именно трубу изолированную жидкостную, мы снестем. Приоритет на все вот это 9. 9 приоритет. Пусть построит нам новый мотор. Который даст нам воду. Который как-нибудь растянет наше жалкое влачение существования. Еще один человек умирает. У нас истощение очень тяжелое. Растения никак не посадят. Все наши колонисты никак не посадят растения. Наша колония пытается отчаянно выжить. Но я, наверное, на месте колонистов бы уже все. Взрыв произошел бы. Смотрите-ка. Стресс из-за чего увеличивается. Новый друг. Траур. Кстати говоря, на удивление, траур не так много дает эффективности. Вот промокшись очень много дает. И наводит беспорядок вообще огромный. Но это странно было бы почему-то. Почему рвота огромный и стресс дает? Промокши требования к декору. Ну, в общем, критическая ситуация. Смотрим, сколько у нас колонистов. Мало, мало колонистов у нас. Уже рушат наши постройки жизненно важные. Обвал произошел какой-то на самом деле у нас. Все. За все держалось и колония умирает. Новый колонист. Ну что, колонист? Готов ли ты умереть в этой колонии? Я думаю, что да. Поэтому... Пускаем мы тебя в невыносимые условия, в которых ты будешь влачить свое существование. Новые люди. Построим-ка мы еще шахтера Элли. Ученик-архитектор. Давайте шеф. Шеф. Ой. Ладно. Оставим так, как есть. Шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф. Батрак-грузчик. Грузчик-лаборант. Батрак-начинающий художник-уборщик. Уборщик, может быть, уборщик. Давайте уборщика. Грузчик. Но я тут уже... Не напрягаюсь, потому что понимаю, что уже тут это... Мастерство работы инженер-технолог. Неудовлетворительное. А почему его на пищу нельзя поставить? Суп-шеф, например. Ну, не умеет готовить их. Ну, что ж, поделаешь. Тогда мы тебе ставим тоже уборщик. Уборщик за трупами. Вот какая твоя будет профессия. Бесполезная и бессмысленная. Потому что колония уже умирает. Нам нужно же не трупы убирать, на самом деле, а выживать как-то. Но, увы, колонисты этого не могут и не хотят сделать. Ничего, рано или поздно, через пару тысяч серий, мы, наконец-таки, когда-нибудь-таки доберемся до ледяного, нефтяного биома. Когда-нибудь мы разработаем нефть, и когда-нибудь мы не умрем все-таки. И колония наша проживет тысячу лет. Тысячу и один год. А на тысячу второй она вся погибнет. В страшнейших муках. Потому что она прожила и так слишком долго. Слишком много попитала, слишком много привыкла. Она надеялась, что она будет жить вечно, но нет. На тысячу первый год она падет. Ждем. Уголь почему-то не доставляют. Уголь. Уголь не доставляют колонисты. Обратите внимание. Забирают землю. Зачем вы забираете землю? Скажите мне, если... Если вам в первую очередь нужно доставлять уголь. Уголь. Я не понимаю, почему действуют так колонисты. Искренне, совершенно я этого не представляю. Как так можно? Уголь доставлять тогда и почему до сих... Ну это я тут склупил дверь, не открыл, но это даже не так важно. Среда, приоритет девять. Ой, что я делаю? Вытереть девятым приоритетом. Ну вот, растягиваем мы наше жалкое существование. Кулинарных ингредиентов много. Точнее, острые орехи у нас есть. А на большее мы не способны. Углекислый газ. Хочу заглянуть, что же там еще есть? Алмазы, вот алмазы. Ну они на самом деле... Порог перегрева у него очень огромный. Плюс... 200 тысяч процентов, как я понимаю. Зато очень хорошо увеличивает декор. Вот плюс. А что можно построить из алмаза? Не знаю. Но вот красоту он увеличивает сильно. У него теплопроводность очень высокая. То есть через алмаз проходит очень быстрая энергия. Не уверен, что это соответствует действительности. Реальности, точнее. Ну да ладно. Клонисты. Хоть я им поставил максимальный приоритет на постройку. Что происходит? Вот смотри. Допустим, идет клонист. Вот сюда. Зачем-то? Зачем он идет? Берет мясо. Мясо берет он. И уходит. Да, неплохая, конечно, стратегия. Призять мясо откуда-то там, откуда. А, и те клонисты что делают? Один почему-то что-то взял. Взяли уголь они и уходят обратно. Взяли уголь и уходят обратно. Потом что они будут делать? Что он делает? Зачем попрыгал? Зачем этот клонист попрыгал? Что он дальше делает? Растения погибли. Неудивительно. Мы лишь смотрим, как наша колония постепенно-постепенно угасает. Угасание. Горе. А мне вот интересно, чисто гипотетически, мы можем выжить в данной ситуации или нет? Можем ли мы выжить или нет? Очень не думаю, что мы сможем выжить. Так, земля. 75 тонн. Ну давайте будем считать 100 тонн, потому что мы их уже потратили очень много. Посмотрим. Допустим, мы поставим мучное деревце. Деревцу этому мучному нужно на земля 10 килограмм за цикл. Значит так. Сколько у нас тут растений? Предположить-то будет даже сложно. Допустим, 20-20-40. 40 растений. 400 килограмм за цикл. Ну я правильно ведь, надеюсь, считай 400 килограмм за цикл, значит. Угу. Ну и вот, значит, это и зарасходуется земля у нас. Ну за 150, да даже, скорее всего, даже не за 150, а за 200 циклов. Значит, в следующей серии мы начнем уже жить на фермах. Только на фермах и больше ни на чем. Именно мы будем жить на фермах. Приготовить фермы и все. Хотя тут, смотрите. А сколько тут всего? 6, 9, 12, 15, 18. Ну что ж, правильно посчитал. Тут как раз таки 20, наверное. Тут тоже действительно очень правильно посчитал. Хотя, не совсем. Хе, я ошибся. 20, 40, 60. Но все равно не так сильно обсчитался. Я забыл эту ферму просто посчитать и учесть. Ну что ж, и такое случается. Что ж поделаешь. Углекистый газ. А вот этот вот скользун почему-то не производит совершенно углекислый газ и не выделяет нефть. Удивительно, скользун выделяет... Точнее, увеличивает декор. Хотя я бы опасался бы вот такого вот скользуна иметь рядышком. Смотрим. Еда с гнилой острый орех. Хе-хе. Гнилой острый орех. Не представляю я, как может сгнить орех. Ну, ладно. Вытереть. Вытереть, вытереть, вытереть. Пусть вытерут. Приоритет вытереть. Ладно. Достаточно. Это наша будет последняя стерия. Просто не хочется уже смотреть на мучения колонистов. Не хочется смотреть на мучения колонистов на такие вот унижения. Наверное, надо начинать уже второй сезон по этой игре. Хотя... Набрасывается. Жалко, я не увидел, как человек набрасывается. Было бы интересно это посмотреть. Но все равно, да. Неоптимальное развитие базы сыграло с нами злую шубку. Поэтому мы заканчиваем нашу... Наш сезон и нашу серию. Спасибо, дамы и господа, за просмотр. Оценивайте видео. И оставляйте свои комментарии. Я буду рад их все прочитать до одного.